9 и 11 ноября в Москве состоялся 7-й Всероссийский конгресс пациентов, государства и граждане в построении пациента-ориентированного здравоохранения в России. В рамках мероприятия прошел круглый стол по вопросам оказания медицинской помощи больным с вирусными гепатитами. По широте распространения, уровню заболеваемости, тяжести течения, частоте развития хронических форм и экономическому ущербу вирусные гепатиты занимают в России одно из ведущих мест в структуре инфекционной патологии человека. Одной из актуальных проблем, обсуждаемых участниками круглого стола, была необходимость создания единого регистра пациентов с вирусными гепатитами по всем субъектам Российской Федерации. Регистр нам действительно нужен, потому что для того, чтобы планировать работу, для того, чтобы делать закупки препаратов, понимать, кому необходимо срочное лечение, кому лечение, какими препаратами, конечно, мы должны четко иметь данные, иначе экстраполирование данных по какому-нибудь одному крупному горлу в целом на Россию абсолютно в этом плане помочь нам не может, потому что, естественно, никакой бюджет просто такого подхода, он просто не выдержан. Это любая страна, будь то и страна с высоким уровнем дохода, с низким уровнем дохода, тем более, что Россия относится к стране даже не с низким уровнем дохода, и достаточно большие средства выделяется как раз на бюджет здравоохранения. Особое внимание на круглом столе было уделено вопросам важности своевременной диагностики маршрутизации пациентов для оказания специализированной помощи, а также вакцины профилактики. Когда был Советский Союз, мы сейчас часто о нем вспоминаем, много вспоминаем, что хорошего и плохого, но тогда практически в любом, в любой поликлинике был врач-инфекционист. На сегодняшний день, вот за эти многие-многие годы, увы, врачей-инфекционистов далеко не в каждой они поликлиники. И действительно, у нас пациенты в большинстве своем изначально обращаются не к врачу-инфекционисту, а к врачу именно амбулаторно-поликлинической, это участковому терапевту. Поэтому я считаю, что, понимая, что у них очень высокая нагрузка у врачей-терапевтов, понимая все их проблемы, но они должны быть не просто иметь общее сведение о том, что есть это заболевание, они все-таки должны иметь четкое представление о том, какая, какие схема лечения, какому пациенту и что могут посоветовать. Если они все-таки не имеют представления об этом, то мы обязательно должны проводить на федеральном уровне программы их обучения. Очень много всегда дискуссии идет по поводу оказания помощи больным гепатитами именно врачей-гастроэнтерологов. Но так получилось вот в России. Это связано как раз было вот с таким супадком инфекционной службы. Весь мир не имеет инфекционной вот такой службы в нашей, как был всегда в России и в Советском Союзе. И поэтому я считаю, что здесь оказывать помощь амбулаторную поликлиническую должны именно строго соблюдая санитарно-гигиенические правила, а в них прописаны только врачи-инфекционисты и терапевты при отсутствии врачей-инфекционистов. Иначе у нас пациенты выпадают вообще из этой дорожной карты и уходят к специалистам совершенно другим, а значит, из учета и все остальное, вытекающее из этого. В мае 2016 года Всемирная организация здравоохранения приняла первую в истории глобальную стратегию ликвидации хронических вирусных гепатитов, среди целей которой ликвидация гепатита как угрозы общественному здравоохранению к 2030 году, обеспечение лечением не менее 80% больных.